Полиция Канады обнаружила плантацию марихуана, храняемую 13 черными медведями, сообщает The Canadian Press. Помимо медведей, на территории фирмы, где росли более 2300 кустов конопли, также находились большой пес, вьетнамская веслобрюхая свинья и енот. По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуана сидят. Полиция Канады обнаружила плантацию марихуана, охраняемую 13 черными медведями. Полиция Канады обнаружила плантацию марихуана, охраняемую 13 черными медведями, сообщает The Canadian Press. Помимо медведей, на территории фирмы, где росли более 2300 кустов конопли, также находились большой пес, вьетнамская веслобрюхая свинья и енот. По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят медведи. По словам полицейских, когда... Еще раз. По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят медведи. И тоже курят. Все 13 лет. Это новость, а не прикол. Конечно, по-утрянке, ну ладно, дочитай уже. По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят медведи. Хоть бы стояли уже, ладно. Владельцам конопляного хозяйства предъявили обвинения в производстве и хранении наркотиков. Кроме того, и могут вменить и кормление диких медведей, что запрещено канадскими законами. В том случае, если черные медведи не смогут вернуться в дикую природу, власти нашей страны, увы, будут вынуждены их усыпить. На этом выпуск события «Факты. Люди» закончен. Я увижусь с вами через неделю, а Микс ТВ продолжает свою работу в эфире. Всего вам самого доброго.